Ну что, братюни, кейкароводы и не только! Всем огромный привет! Вы на канале Роман Гоу! Сегодня показываю свою машину Замечательный кейкар Honda Inbox По мнению многих, это высший пилотаж кейкара То есть самая максимальная вот эта ступень в иерархии, да? В моей практике это уже третий кейкар И сегодня я расскажу вам свои эмоции, свои впечатления Я не буду вам зачитывать Википедию Чисто вот как простой человек Простым людям я вам расскажу про эту тачку Размер абсолютно стандартный, как все кейкары Примерно там 3,40 на метр 475, кажется И высота почти 1,8 метра Хотя вот так на взгляд, кажется, пониже Потому что я 1,80 метра, она прям заметно ниже меня Но по каталогу 1,790 получается У меня, значит, комплектация кастомная Комплектация турбовая, но с передним приводом Бывает еще выдовый, это самый-самый топ Одно, особенно зимой Хотя кому как Выдовую машину в Японии более ржавую приходит Кто-то любит чисто передний привод 64 коня здесь В том числе я вам покажу и состояние Вот многострадальная вот эта система воздушная Кто смотрел перегон этой машины, поймет меня И смотрите, вот сейчас я просто открыл капот И сразу видно, почему я в зоне риска был Почему у меня были все эти проблемы Почему я чуть не встал на трассе Ведь по сравнению с атмосферным мотором Там нету вот этой, смотрите, дудка какая Она реально на сотку Может даже чуть побольше вот это отверстие Как вот это сантехническое, да Это идет все в воздухозабор Дополнительный в минус 40, минус 45 Я все это ощутил на себе И привело это к хреновым последствиям К тому, что просто на меня шквала обрушился в комментариях Просто меня выставляли с землей Ну блин, я стерпел, видите, выжил, выживший Короче, моторчик турговый, 64 лошадиных силы Не турговый, 58 Всего, казалось бы, 6 лошадей Куда там, что там, вроде разницы нет Но машинка реально пуляет И это заметно, когда нажимаешь педаль акселератора А дело все в чем Везут-то машину не лошадиные силы, а ньютоны на метров Вот эта сама тяга, это ньютоны на метр, понимаете? На метр, вроде, да? При разнице всего в 6 лошадей Смотрите, какая разница в количестве ньютонов на метр Ну и дизайн, конечно, это очень крутой Обилие хрома Такой старичок-добрячок Это кива Ну, красавец, красавец, что сказать? Хромы не пожалели, сделали на славу Но, честно сказать, вот видите Тут вот чуть-чуть облазит Не облазит, а вспучилось, что ли И это так и было, это не на морозе у меня случилось Это так и было, но прогресса вроде никакого нет Вот сейчас только что заехал на мойку Я обзорщик непрофессиональный Кто первый раз зашел, сразу говорю Рассказываю спонтанно, но расскажу абсолютно все про машину Вы узнаете все абсолютно Колесики стоят у меня тренажки Размер 155 на 80 А родной размер 145 на 80 То есть еще уже Смотрите, какая колея у нее вообще смешная Вот она Колеса, кстати, купил на штамповках во Владике за 4000 рублей Но три из четырех колес мне пришлось ремонтировать То по обуви спускает, то и один жгут поставили Этот кейкар считается самым топовым Самым мощным, самым крутым Но, знаете, вот имея Nissan Days Rux Тоже такой же с дверями слайдером И имея Honda N-Wagon, да Не турбовый Тоже кастомный, заряженный Я вам скажу, что есть и минусы у этой машины И вот самый первый минус Я хочу показать фишку этого кейкара Вот эти двери раздвижные, да Если в Nissan Days я просто нажму кнопочку И дверь поедет То здесь мне надо вот какое-то вот такое движение совершить Ну, то есть дернуть ручку и отпустить Это первый минус И второй минус Здесь не двигается задний ряд То есть если в Honda N-Wagon и в Nissan Days Rux Можно здесь ручку потянуть И задний ряд двигается Делая большим багажник Ну, насколько большим В N-Wagon вот такие малюшки колеса Влазят в багажник полностью Можно исхитриться Ну, либо там ящик такой с игрушками Глубиной 40 см Спокойно ложится Ну, как бы два даже ящика То есть там можно грузануть нормально А здесь А здесь багажник вот такой Есть и все Больше вам не будет Единственное, наклон спинки вот Меняется, да Вот так вот фиксируется Но есть модель Honda N-Box Plus Это более какой-то туристический вариант У меня такого не было Я один раз на авторынке такой смотрел У него, значит, задняя дверь Она идет полностью как-то вот до суда То есть она открывается прям вот до суда Там вроде как задний ряд ездит Но это не точно Как бы врать не буду Как бы минус такой есть Но еще есть и плюс Может кому-то будет удобно Я перевозил здесь колеса Вот таким образом Смотрите Это вниз опускаем Ровно-ровно как на Honda Fit Ну, даже вот в первом кузове Такая опция есть на Honda Fit И здесь появляется вот такое вот обширное место Передняя сидушка сейчас полностью Полностью она отодвинута назад Если ее отодвинуть вперед То у нас получится такая картина И еще вычитал, что задний проем здесь больше, чем на Honda Fit То есть Fit это тоже такой минивэн крутой, хондовский Который есть тоже в комплектациях, в жирных Нифига тут меня помыли Я салон не заказывал мыть Салон тоже помыли Ну и ничего страшного То есть есть такой вариант, да? Сложить А можно сделать вот так вот Хоп Здесь все складывается Это пылесос моет прикуривателя Но что-то давным-давно я не пользуюсь Только я ввожу его, блин, с собой Вот смотрим по состоянию Внутряночку там, в принципе, ржи так нету Хотя бывает вот в таких местах Находится По ремням у нас второй месяц 2012 года То есть смотрите, вот достаточно два варианта Как хотите так, хотите так Для того, чтобы спать в машине Здесь предусмотрен немного другой вариант Вот прямо так я спал в этой машине на перегоне Вы все это можете посмотреть на канале Я стелил здесь самый дешевый Там за 200 рублей матрас Вот этот для плавания Надутый И спал здесь вообще как дома Вот реально как дома Мой рост метр восемьдесят И здесь расстояние хватает с лихвой Даже, по-моему, здесь побольше расстояние Чем в Венвагоне и Дейсрукс Но я также вычитал, что здесь Как-то укоротили морду, да? На семь сантиметров И сделали на эти семь сантиметров длиннее салон А самая короткая морда По моим наблюдениям Вот на этих кейкарах Это на Дайхатсу Хайджет Там вообще просто ты сидишь И у тебя, ну, вообще нету ничего перед тобой По пассажировместимости Мы тут ехали в перегоне В том числе и в четвером Четверо взрослых мужчин, так сказать В самом расцвете сил Здесь вот есть такие подлокотнички Достаточно удобные Подголовник гуляет вверх-вниз Здесь наблюдаются динамики Вон вроде его видно даже Подстаканник, стекла Ну, то есть вот задний пассажир Он сидит У него вот, можно сказать, два стекла Его голова получается возле собачатника Ребята, ну вы знаете, что цель моего видеоблога Это, конечно же, путешествие Но для того, чтобы часто путешествовать Часто устраивать перегоны Нужно как-то все это дело реализовывать Сейчас январь Продаж нет Рынок мертвый Тачка, блин, зависла Бабки, блин, кончаются Реально, лучше бы я вложился в Avalon Technology Это онлайн-платформа для заработка Микс публичности и приватности Там работают профи, которые знают, во что вложиться А пока вы ночили на расслабоне Ваши деньги работают за вас Подключиться к этому проекту можно от 100 рублей И хоть риски в инвестициях присутствуют всегда Но тут они сведены к минимуму Мне недавно рассказали про этот сайт Тут очень удобный и приятный интерфейс Регистрируйся по ссылке в описании И начинай зарабатывать прямо сейчас Что тут у нас еще есть? Понятно, это стеклоподъемник Это вот открывать дверь Это центральный замок, я так понимаю Вот так выполнен Я тут первый раз, ребят, прямо вот с вами в прямом эфире Чтобы открыть дверь, нужно сделать такие движения простые Чтобы закрыть ее вот так вот Эта вся система, она отключается вот этим переключателем Ну и также отсюда можно, видите, вот Клосс и опен То есть открыть-закрыть Все это есть Отключаем эту систему И можно пользоваться дверями, как в газели Открыли Закрыли А, и по-моему, даже она с доводчиком Если не хлопать Так, сейчас Да, она с доводчиком То есть хлопать не обязательно, как я сделал первый раз Давайте до конца раскидаемся с багажником Раз уж мы сюда залезли Здесь получается у нас что влазит? Домкрат Там вот эти прибамбасы к домкрату Буксировочный крюк Ну и вот есть маленькая отделеница Я не знаю даже, что сюда влезет Да ни хрена сюда не влезет Снаружи дверь вот так закрывается Так же опять надо дернуть, отпустить Ну, опять же, на Nissan Days Это более как-то логично реализовано То, что кнопочку нажимаешь И все это ездит у тебя На задней двери у нас присутствует Вот такое зеркало сферическое Здесь все отделано мягким материалом Ну, двери все равно тонкие Конечно, кастом-кастом Но двери все равно тоненькие Это надо учитывать Это надо понимать Вообще сферические зеркала Это такая фишка этой машины Потому что они здесь еще есть Вот смотрите, что видно вот реально в это зеркало Ну, честно скажу, в него видно так темновато Темновато Тем более здесь есть камера заднего вида Вот, и оно особо не нужно Но вот это зеркало, оно и не в кастомных есть Где простые комплектации с калькуляторами Вот еще один комплект сферических зеркал То есть одно стоит вот здесь Второе стоит в салоне Что в них видно? Вот смотрим Видно левое переднее крыло В одно зеркало А во второе видно Ну, типа вперед, что ли, оно смотрит Вот давайте попробуем поехать Да, и вот в реальном времени я вам показываю Что тут показывают Честно, вот они нафиг не нужны Я даже смотрел, когда Н-боксов во Владивостоке Хозяева Они говорят, я хрен знает Что там показывает этот зеркал Вот это зеркало, кстати, обычное Ну, блин, так небольшое негодование от меня Дверь открывается, смотрите, на 90 градусов Обычно это фишка машин Daihatsu То есть у них даже самые простые комплектации Вот эти Daihatsu, Tanta Они открываются вот просто на 90 градусов То есть сюда можно залетать абсолютно спокойно И так как здесь снизу нет ни тоннеля, ничего нету То здесь никакого экстрима нет Выйти вот через пассажирскую дверь Где-то в городе бывает это очень необходимо Ну, что, и поворотники в зеркалах, что, прикольно Здесь, ну, по-японски написано Я уже переводил на перегоне Написано, подпишись на канал Обязательно поставь лайк Я думаю, ребят, вам несложно это сделать Так что уважьте, пожалуйста В задней части такая интересная выштамповка сделана Типа, как обвод колеса Ну, сделана прикольно По состоянию, смотрите Снизу вам покажу арочки Но это передний привод Машина не очень ржавая Ну, практически не ржавая, я вам скажу Здесь в этом плане все четко По традиции посмотрим под машину Ну, вот здесь чуть-чуть желтенькая, да, есть Я, если честно, сейчас нифига не вижу Но потом на монтаже с вами с удовольствием посмотрю И коленки у меня сейчас опять грязные будут Так что просьба без замечаний Еще у японцев есть такая вообще фишка Типа, у нас занижают тачки там, приоры Они вот этот задний дворник Что-то все снимают, но вот здесь он есть И мне, в принципе, пока с этим везет Ни одной машины без дворника Приходится крутиться, сегодня солнечный день Чтобы ничего не засвечивалось Как это бывает Вот, конечно, главное преимущество Этих топовых кейкаров Это салон, это вот эта зона То есть посмотрите внимательно на отделку Здесь черная лакированная поверхность Кожаный руль Куча кнопок Это управление музыкой Это управление круиз-контролем Которое здесь, разумеется, есть Это вот запуск с кнопки Очень приятная и очень удобная Понятно, все, климат-контроль Гатхерс Вот это стандартная магнитола Ну, как стандартная Стандартная это стандартная, но у многих ее нету Изначально машина, когда заводится Она в экономичном режиме Вон там деревце соответствующее Нарисовано зеленое Вот эту кнопку Которая стандартная и на ЦРВ идет Такая же Мы нажимаем Выключается этот режим И машина начинает реально пулять Это касается и Honda Inwagen Который у меня тоже был Там это вообще заметно Там атмосферник Там ее по-любому надо выключать Здесь тоже надо выключать Потому что машину становится не узнать Она как бешеная становится Ну, а как говорят Расход бензина особо не отличается Бортовой компьютер Что у нас Средний расход топлива показывает 14,4 километра на одном литре Градусник Вот минус 10 Показывает Ну, когда ехал, минус 15 было Топливо на 46 километров осталось Пробег вот 136 тысяч 154 километра Вот, нормально Символично 154 километра 154-й регион у нас Горит вот гаечный ключ На панели Это, я так понимаю, нужно там Когда масло меняешь Его скидывать специальным сканером Но вроде как есть народный способ Там надо погуглить Я вот погуглю Вам покажу обязательно Здесь такие лопаты получаются Козырьки Свет Ну, самый стандартный Все вот это Одна не работает У меня светилка Светилка Оба Сзади как бонус У нас получается Монитор Но он как-то не подключен Он тоже в фирме Гатхерс Почему-то вот не подключен Он Не знаю судьбу этого монитора Но вот он как бонус идет Мне его подарили как бонус И я его дарю как бонус Вот так его можно закрыть Потолок, конечно, здесь очень высокий Даже две андаторовые шапки Стандартная Мирю андаторовая шапка Про потолок Очень высокий И, возможно, даже каблуками Никто не достанет, чтобы проткнуть его Ну, если особо длинноногих Не садить сюда Или класть Как правильно будет Это уже моя приколюшка Это я субаря сюда ее презентовал Здесь должен быть крючок По коже Но его нету Не досчитался я его, когда покупал машину Также вот этого воздуховода нету Здесь стоял такой стаканчик пластиковый Чуть еще повыше Красивый По бардачкам давайте покажу Основной бардачок вот такого размера То есть вот, допустим, здесь книги стандартные Эти вот по магнитоле, там по машине Здесь у нас кармашки Под бутылку, под мелочевку Здесь можно что-то положить Здесь можно телефончик, допустим, кинуть Здесь у нас розеточка Здесь отделение Вот крючок Трехкилограммовый Снизу воздуховоды идут Здесь вот открывается хлебница Сюда можно что-то положить А вот очки здесь забыл Руль, кстати, регулируется То есть это вам не хухры-мухры Повыше сделаю Усилитель электрический А, и, кстати, здесь есть режим лепестков То есть стоит коробка вариатора, разумеется И здесь есть семь диапазонов В режим С, получается, ставим Да, вот видите, М Первый Ну-ка, вот со второй нельзя, кстати, тронуться Вот я бы хотел выбирать Почему я не могу со второй тронуться Это интересно Ну так, на ходу я проверял Семь диапазонов Ну, ничего такого военного нет Тут вот можно сказать спасибо Сидушки сделаны из двух материалов Один вот такой вот узорный И обычная черная тряпка Также узорный материал этот на картах дверей И знаете, ребята, я вам так скажу Вот в Хонде И мне кажется, знаете, что Инвагон все-таки как-то он покошернее будет Хоть и инбокс, кажется Они и дороже, и считаются Но вот кому вот эти двери-слайдеры не нужны Вот чисто вот И мой совет Вот кому, ну, просто надо кейкар Двигаться, хорошо себя чувствовать Передний привод Инвагон Атмосферник 58 лошадей Custom G С этими всеми делами С кожаным рулем Также с круизом Вообще офигенно Там панель, она как-то, знаете, сделана Там несколько материалов разных Посмотрите, у меня обзор на канале Есть бордовые, там что-то черные, серые цвета И так это все сделано Ты реально чувствуешь себя в Lexus Ну, только Маленьком таком, знаете Вот как CR-V такая, заряженная Только ее в два раза уменьшили Какие-то такие ощущения Весят эти машины По каталогу Там от 880 кг До 1020 Что ли Ну, до тонны, короче Это вот комплектация У меня По-моему, 950 кг Около такого веса Расход Очень важный параметр Ну, по трассе, знаете 8 литров где-то хавал Но Не знаю Напишите Если у кого Тенбоксы есть Так У вас так же хавает или нет Есть, знаете, ощущение Когда Газ кидаешь Машина как-то должна катиться Продолжать Ну, на Дэшке, да А она Как-то сильно тормозит Не знаю Может Какие-то колодки Я говорю Полноценную диагностику Там Комплексную я не делал Возможно Может У кого-то и меньше расход Кто-то называет Эти машины Уродскими Кому-то они нравятся Не знаю Мне нравятся Я вообще не гонюсь За размером За какими-то Мне нравятся Вот компактные Маленькие Прикольные машины К тому же Они и стоят Дешевле Таких Каких-то здоровых машин Тем более Сейчас в Японии Там Вообще не выгодно там возить Да Пошлины Эти конские Заградительные Мне честно Вот нравится Мне прикольно Такие машины Тестировать Пользоваться Как бы На постоянную Я не знаю У меня давным-давно Не было машины На постоянную Может даже никогда Практически Там первые Две-три машины Потом я что-то Как перчатки Начал менять Сейчас посмотрите Как эта машина Смотрится Вообще В ходу Так сказать Дели Вот такая вот Коробченка На крыше Вот зацените Такая антенна Которая складывается Вперед Еще как вы знаете Эти кикары Они с правым рулем И при обгонах На трассе Так как машина Она сама Небольшая Просто наклоняешь голову И тебе Не скажу Прям видно Что как на левом руле Но достаточно Просто обгонять Хоп Выглянул И все С моими габаритами Ну вот говорю Реально как есть 180 сантиметров 75 килограмм вес Я здесь себя чувствую Вообще комфортно Кстати вот Подлокотник Такой не показал вам Он имеет Вот такой вот Кармашек И все это дело Резиновое И оно вот так вот Вот такой вот вид имеет То есть оно вот так вот Всяко разно Мгнется Мнется Но есть Еще и одна болячка Ребята Не знаю Ребята Не знаю На всех машинах Это или нет Но Здесь шатается сидение Смотрите На хонде инвагон Точно так же Шаталось Чуть-чуть Я встречусь С новым владельцем Он на связи Возможно он расскажет Что он как-то Пофиксил этот бак Или нет Ну а сейчас Ребята Прокатимся С вами По городу Новосибирску Спасибо большое Центру фехтования Что здесь Такая классная Площадка Где можно Снять обзор Свободно Никто не выгоняет И когда видит Камеру Я не знаю Видят А нет здесь Набрал примерно 15 км в час 20 еще не набрал Может на 10 Закрылись Значит Центральный замок Закрылись Все двери Автоматически Обратите Кстати Внимание Что черные стойки На машине Стоят только спереди Ну а это Я в перегоне Рассказывал Показывал Вот То есть машина Пуляет Только ей нажмешь Она уже рвется Вперед Но без фанатизма Потому что Это резинная липучка Которую там По 4000 Я покупаю Это Она так зимняя Конечно Но прям аккуратно Аккуратно Мне надо ездить Ну вот Экстренное торможение АБС Котрещит Здесь бодро Но Как вот видите Машина все равно Не сразу останавливается По снежной Такой поверхности Верните налево Блин Красотища какая Деревья Вот эти Налипший снег На деревьях Так красиво смотрятся Вроде Ничего необычного Да Ну деревья Деревья В горку машина Вообще Очень уверена Вот допустим Ну она просто стреляет Просто стреляет Затем Верните налево Блин И подромку У нас сыпят Реагентами Мне вот это Вообще не нравится То есть Сейчас морозная Погода такая Ну как морозная Минус 12 Холодно Так Надо включить Что-то запотевать Начали У меня мокрые коврики Сейчас в салоне Начали запотевать Стекла Эти реагенты Они вообще Ни к селу Ни к городу Когда с мойки Только выехал Особенно Я бы вообще Вот моя воля Я бы их отменил По финской технологии Либо снежные укатанные дороги Либо чистить до асфальта Вот Надо ускориться Хоп Нажали тапку Перестраиваемся Все Машину уважают Пропускают По крайней мере Я так думаю Может быть Там матерятся все Куда ты На клопыше На своем Я сейчас кстати еду покупать Седьмой айфон За пять тысяч рублей Покупал айпад четвертый В идеальном состоянии С коробкой Со всем 32 гигабайта С симкой Ну сыну так Чисто Ютуб Тикток Смотреть Вот И этот же человек Говорит Вот айфон Седьмой Есть тоже Ну так Какой-то Не помню 32 гигабайта Тоже Тоже запятак Нормально Че Это не у дельцов Каких-то Которые там По десять продают Точно такие же Да Телефоны Вот смотрите Рельсы Допустим Рельсы Вот она От Мичурина Пересекаем Ну нормально Она скачет Ходовка бодрая И кстати Кстати я скажу Когда морозы Вот эти были Когда я по морозам Там ехал Да По трассе Я не чувствовал Как дубеет Подвеска Знаете У меня не было Такого Что знаете Колом Все вставало Там Вот можно протиснуться Практически везде Ну тут Газель конечно Проехала Вот Кейкар стоит Субару Стелла Но если Газель Шепотом То я могу Со свистом Здесь проезжать Вот видите Машину В принципе Пропускают То есть Поворот не показал Через Срифт Метров Поверните Направо Ё-моё Как мы тут Проедем Ну все Ну гелик Давайте пропустим Давай Протан Ага Что-то Видите Даже гелик Он боится Выехать Боится Человек Выехать На гелике Он видит Японский Черный Квадрат Едет Просто Лучше Лучше Не надо Лучше Не Это Поверните Направо Лучше Не рисковать Опа Так А здесь Как Здесь Там Налево Су-9 Осталось 100 метров О Это Су-9 Я еду Вот это Где написано Су-9 Видимо Вот люди Блин Работают На нормальных Работах Су-9 Человек Работает Ну Е-мое Что же У меня Что-то Пошло Не так Что-то Пошло В какой-то Момент Не так Я не Работаю Су-9 Вот Сейчас Мы Посмотрим Получится Ли Мне Воспользоваться Габаритами Этой Машины То есть Что Она Такая Маленькая И Куда То Встать Прям Не знаю По Лайфхакерски Может Быть Сейчас Вот Здесь Мы Сделаем Да Маневр Определенный Вот Так Все Это Выглядит А Звушить Надо Ну Вот Ребята Айфончик Я купил Вот Седьмой Маленько Поюзанный Конечно Но Не Поюзанный Вот Чек Пожалуйста На 40 тысяч На Покупку Кому Не Поюзанный Первый Подарий На Айфон Потерялся Через Пару Тройку Месяцев Так Что Вот Так Как Горется Едем Дальше Ну Вот Тапок Просто Тапок Даешь Он Просто Метет Сразу ТРЦ Там Вот Это Антибукс Все Моргает Конечно Летом Это Все Поувереннее Бы Ехала Вся Эта Система Ну И Сейчас На Чем Можно Можно Знаете По Пожурчай Здесь Маленько Главное Чтоб Тормозил Хорошо Разгоняться Там Можно Очень Хорошо Но Самое Главное Чтоб Тормоз Был Хороший Вот Не Знаю Блин Перегон Конечно У меня Был Такой Любителя Я Как Сами Видите Прямолинейно Все Показываю Все По Честному Как С Продажей Будет Этой Машины Непонятно Вообще По Идеи Самую Дешевую Цену Поставил Но Видите Существует Же Мнение Что Все Тут Кирды К Мотору И Вообще Всему У Пользователей Интернета У Некоторых По Крайней Мере Точно Сейчас Проблем Никаких Нету Ну В Минус 45 Опять Конечно Надо Утепляться Если Опять Ехать В Минус 45 Это Вообще Это Проверено 100% Турбовые Кейкары Если Гоните 100% Утепляйте Зимой Мгновенный Мгновенный Расход Топлива Во время Движения Здесь Показывается Вот Видите Зеленое Колечко Это Мало Кушаем Голубое Это Среднее А Синее Это По Макс Бету Ну Вот Такой Обзор Получился Ребята Всем Огромное Спасибо Что Посмотрели Его Всем Огромной Удачи Здоровья До Новых Встреч Я думаю Скорых Встреч Пока